Всем привет, друзья! Сегодня я немного отойду от привычного формата, но ненадолго. Решил детально разобрать новые поколения ниссановских вариаторов, которые устанавливаются не только на Nissan, но и на Renault, некоторые модели Mitsubishi, Peugeot, Suzuki, Jeep Dodge и совсем недавно эти вариаторы стали ставить на Lada. Рассмотрим разницу между предыдущим поколением вариаторов GF010-011, вариаторы со степ-мотором, или по-другому с шаговым двигателем, и новым актуальным поколением GF015-16-17, коробки без степ-мотора. Базовые понятия рассказывать не буду, сразу углубимся в подробности. Механически это все похожие коробки. Основная разница в гидравлике. Раньше изменением передаточного отношения, переключением передач, управлял степ-мотор, а давление управлялось отдельными соленоидами. То есть каждый элемент вариатора выполнял только одну функцию. В новом поколении обе функции возложены на одни и те же соленоиды. Соответственно, нагрузка на эти агрегаты возросла. Более того, сам гидроблок упростили. Вместо трех плит стало всего две. Что тоже повысило нагрузку на каждый элемент гидроблока. Для понимания дальнейших фактов, немного заглянем в историю. Первые автоматические коробки были с вакуумным управлением и имели две-три ступени. И не могли похвастаться ни скоростью работы, ни экономичностью. Они просто брали на себя часть работы по управлению автомобилем. Соответственно, гидравлика там была простая. Масло не супер какое. Но главное, что оно было достаточно густым. Потому что и зазоры завлотников в гидравлике были большими. Если сравнивать с современными конструкциями. Современные скорострельные автоматы вроде ZF или i-SIN имеют по 8 и более ступеней. По экономичности часто превосходят механику. Да и по скорости переключений. В общем-то, механика уже давно позади. Чем это достигнуто? Во многом совершенствованием самой конструкции гидроблоков. Чтобы все работало лучше, плавнее, быстрее и экономичнее, потребовалось сделать гидравлик более точным. Сильно уменьшить зазоры между завлотниками и телом гидроплиты. Перейти на значительно более жидкие масла. В сравнении с которыми моторное масло 0W20 покажется гуталином. Для сравнения, СИА-20 имеет вязкость в районе 8 сантистокс. То SP-4 для корейских 6-ступенчатых автоматов имеет вязкость при 100 градусах 5,4. При этом гидроблоки предсказуемо стали гораздо требовательнее к частоте масла. Если старые коробки и гидравлика могли десятилетиями ездить без проблем на черной отработке, то современные коробки такого не могут. Итак, что мы имеем? Гидравлика современных коробок стала точнее, быстрее, нежнее. В чем выражается эта нежность? При старении масла в любом агрегате, оно будет накапливать продукты износа. Что в моторе, что в автоматических коробках. Для этого и ставятся масляные фильтры. Вот только нужно понимать, что каждый фильтр имеет определенную степень фильтрации. К примеру, фильтр для моторного масла вполне может быть со степенью очистки 15 микрон. Это значит, что частицы меньше 15 микрон свободно пройдут через фильтр. В автоматах и вариаторах ситуация схожая. Масло является накопителем всех продуктов износа, которые по размеру меньше, чем степень очистки фильтров. Соответственно, какая-то часть продуктов износа или абразива будет постоянно циркулировать по коробке, по гидроблоку и по другим элементам системы. А гидроблоки стали нежными. Что будет в итоге? Приведу пример. Конкретные цифры буду брать с потолка, просто для наглядности. Древний автомат какого-нибудь Cadillac Deville 65 года с трехступенчатым автоматом. С большим по заводу зазорами в гидроблоке и густым маслом. И в этом масле циркулируют продукты износа размером 5 микрон. Но поскольку зазоры в гидроблоке больше, чем эти 5 микрон, то частица абразива свободно пролезет в зазор между золотником и гидроплитой, не нанеся никаких повреждений. Потому что она просто плывет в объеме масла. Особенности течения вязкой жидкости в канале таковы, что частица будет увлекаться к середине потока. То есть не царапая стенки канала и тела клапана. В современной же автоматической коробке или вариаторе та же частица 5 микрон в уменьшенный зазор пролезет уже со скрипом и касаясь стенок канала. Именно так со временем и получаем абразивный износ гидроблока. А теперь вспомним, какая степень фильтрации у вариаторов джатка. Заборник просто сетка, которая условно защищает лишь от песка, от самого крупного мусора. И защищает она лишь маслонасос от клина и крупных повреждений. А фильтр тонкой очистки, во-первых, находится далеко на отшибе и пропускает через себя не весь поток масла. А во-вторых, тоже не рассчитан на полноценную очистку масла от грязи. Иначе масло всегда было бы светлым. Назначение этого фильтра всего лишь защитить от засорения масляную форсунку, льющую маслом на конуса с целью охлаждения смазки. Таким образом, видим, что основная функция по накоплению продуктов износа в вариаторе возложена на масло. Соответственно, чем реже мы меняем масло, тем больше в нем абразива. Тем интенсивнее износ гидроблока, тем раньше вариатору настанет конец. Потому что давление – критически важный параметр для работы вариатора. А люди ездят по 60-80 тысяч километров, меняют масло на аппарате в сервисе и уезжают довольны. Даже не задумываясь, что если из коробки сливается темное и грязное масло, значит, они на этом масле уже давно и долго ездили. Это масло давно и долго изнашило гидроблок. А 60-80 тысяч километров – это еще хорошо. Ведь производители современных автомобилей замену масла в коробке из регламента вообще убрали. Гарантию такая машина с высокой вероятностью отъездит, а дальше все равно. И даже лучше, чтобы машина сломалась, это поддержит рынок запчастей, либо рынок новых авто. Итак, мы приходим к первому постулату, позволяющему продлить ресурс вариатора. А точнее, не уменьшить его. В вариаторе нужно менять масло часто. Не важно, каким способом. Главное – часто. Важно начать это делать именно на новом автомобиле. Купили и к 30 тысячам уже меняем масло. Только так вы продлите ресурс гидроблока максимально надолго. Также обращаю внимание, что для GF016 выпускаются оригинальные ниссановские фильтры заборника с фетровой мембраной. Такой фильтр, естественно, фильтрует лучше, чем простая сетка. Поэтому я рекомендую его к установке. Также при замене масла в вариаторе в обязательном порядке сбрасываем счетчик старения масла. Это не просто индикатор, это реально влияющий на работу гидравлики алгоритм. Итак, сейчас сравним масла НС2 и НС3 по данным лабораторных анализов. Смотрим на параметр содержания продуктов окисления. Он свидетельствует о содержании в базовом масле эстеров. У НС2 это 58 единиц, у НС3 около 39. Если перевести в проценты, то это примерно 15% эстеров у НС2 и только 5% эстеров у НС3. Чем так важны эстеры в CVT масле? Вспомним, какими свойствами должно обладать масло для вариаторов. Первое, это смазка планетарок и всего, что движется. Охлаждение, обеспечение работы гидравлики. Здесь, по сути, справилось бы любое моторное масло, если бы у него была бы подходящая вязкость. Второе, обеспечение зацепления в пакетах фрикционов. И главное, это обеспечение зацепления в паре ремень-конус. Ремень не имеет права проскальзывать относительно конуса, просто никогда. И эту задачу выполняет то самое масло, которое только что смазывало шестеренки и подшипники. Не находите, что эти свойства противоречивы? На подшипниках масло как масло, а в точке контакта ремня с конусом масло должно работать как клей. Выглядит это, конечно, как бред. Но нет, масло именно так и работает. Люди, знакомые с гидравликой, возможно, знают термин ньютоновская жидкость. Это жидкость, которая при внешнем воздействии на нее, радикально меняет свои свойства. Простейший пример такой жидкости, это водяной раствор крахмала. Если его особо не трогать, будет что-то среднее между жидкостью и гелем. А при сильном нажатии, эта субстанция становится настолько вязкой, что по ней может пробежать человек. Так вот, масло для вариаторов обладает точно такими же свойствами. Говоря шире, ими обладает любое масло для коробок. Эти свойства как раз и достигаются наличием эстеров. При обычных условиях это масло как масло. А при огромном давлении, возникающем в точке контакта звена ремня и шкива, вязкость резко растет и масло превращается в клей. Давление убрали, масло вернулось к обычным свойствам. Процесс этот не химический, а физический. Поэтому происходит он, скажем так, мгновенно. Да, некоторое проскальзывание ремня все равно остается, но происходит оно в самой масляной пленке. То есть ремень как бы слегка плывет относительно конуса. Это проскальзывание через масло является источником нагрева вариатора. Именно поэтому вариатор нужно охлаждать, и поэтому его весьма непросто прогреть зимой без движения. Помимо этого эстеры сами по себе являются естественными модификаторами трения. Если растереть на пальцах обычный моторный гидрокрекинг, и потом растереть масло на эстерах, масло с эстерами ощущается как значительно более скользким. Тем самым смазывает оно лучше. Более того, сами по себе эстеры выполняют роль теплоносителя и лучше охлаждают нагретые узлы. Совопукность этих свойств лучше всего проявляется именно под высокими нагрузками. То есть при высоких температурах, плюс еще и нагрузка в движении. В общем, подытоживая, именно с появлением трансмиссионных масел на эстерах стали возможны вариаторы для моторов даже на 3,5 литра, как на Мурана. И тут мы видим, что содержание эстеров в масле NS3 взяли и уменьшили втрое. Что это дало? Масло стало хуже, как теплоноситель. Хуже охлаждает. Хуже стала защита от износа. И проявляется это, в первую очередь, при высоких нагрузках и температурах. Также, если сравнивать NS2 и NS3, растерев пальцами NS3, оно ощущается как более сухое, а NS2 более скользкое. Теперь немного статистики по повреждениям вариаторов, ездящих на масле NS3. По ней можно примерно разделить машины на 2 категории. Первое, это малые города, короткие и длинные поездки, а также поездки по трассе на скоростях без фанатизма. Второе, это езда в больших городах, типа Москвы, пробки, а также длительные поездки по трассе на высоких скоростях. Основная тут разница в средней температуре вариатора за поездку. У машин из первой категории вариатор редко прогревается выше 60 градусов, чаще это 40 или 50. Цифры собраны по отзывам реальных владельцев. Можно предположить, что именно под подобные условия делалось масло NS3, ибо именно при низких температурах она работает лучше, чем NS2. У второй категории температура хорошо за 80, то есть как раз те условия высоких нагрузок. Когда есть высокая температура, масло разжижается и становится как никогда важны свойства масляной базы. По анализу видно, что присадочного пакета почти нет, он урезан, и противоизносных присадок там мизерное количество. В общем, какой мы можем сделать с этого итог? При езде с высокими нагрузками и температурами вариатор на масле NS3 имеет большой шанс попасть в ремонт на небольшом пробеге. Часто это до 100 тысяч километров. Так что вывод однозначен. В любые вариаторы Джатко, даже в современные, лучше лить масло NS2. Особенно если вы живете в большом городе, любите активную езду и прочее. Словом, если у вас температура вариатора 70-80 градусов и выше. При этом меняем масло обязательно раз в 30 тысяч километров. Частичной замены будет достаточно. Если выше 40-50 градусов вы в своем вариаторе не видите, можно оставаться и на NS3. И тоже менять его не реже 30 тысяч. А лучше чаще, ибо это масло реально слабее, что было доказано выше. Но лучшим вариантом все-таки будет переход на NS2. Проблема работы масла при низких температурах решается установкой термостата и более ответственным подходом к езде на машине, пока вариатор не прогрелся. Едем плавно, не крутим мотор, прогревать в движении нужно любую трансмиссию и прогревать именно плавно и нежно. Для машин, оснащенных GF 016, X-Trail Qashqai, при езде на масле NS2 я могу даже порекомендовать заглушку на зиму в нижнюю часть радиатора. Но ставим ее как появился устойчивый минус и весной снимаем, когда появился плюс. Но при обязательном контроле температуры, мало ли что. Этот способ для тех, кто боится слета с гарантией по причине установки термостата. Два важных пункта разобрали, идем дальше. Нельзя перегревать вариатор и нельзя давать ему такие типы нагрузок, на которые он не рассчитан. По поводу перегрева все понятно. Никаких сеток в бампере, особенно летом, никаких защит картера. Периодически моем радиаторы. Если кто-то считает, что перегреть вариатор от сетки невозможно, то вы очень сильно заблуждаетесь. По поводу нерасчетных нагрузок, в основном это езда на бездорожье. Попытки откуда-то вылезти своим ходом. Если уже застряли и видите, что это серьезно, не нужно буксовать и пытаться выехать любой ценой. Вариатор не вытерпит таких нагрузок. А если вытерпит, то в ресурсе он потеряет значительно. Последний нюанс по эксплуатации любого вариатора это периодическая проверка на выход сервисных прошивок и обновлений. Дело это очень полезное. Интересуемся у дилеров, сервисов и обновляемся, если такой софт уже вышел. Итак, краткое резюме. Как продлить жизнь своему вариатору нового поколения? Меняем масло часто, не позже 30 тысяч километров. При этом достаточно частичных замен. Второе. Если у вас хоть иногда бывают высокие температуры вариатора или вы любите активный стиль езды, переход на масло NS2 сильно продлит жизнь коробки. Также не забываем о правильном прогреве. Рвать на холодную нельзя. Третье. Не перегреваем, не ездим по бездорожью. Вариатор для этого не предназначен. Если где-то застряли, не буксуем с выпущенными глазами и не жгем коробку. А предпринимаем иные меры по спасению авто. Четвертое. При наличии обновлений софта обновляемся. Добавлю, что для GF 0.10 и 11 все вышесказанное тоже справедливо. Зато лишь разницей, что масло NS3 не просто нежелательно лить, а категорически нельзя. Надеюсь, информация была полезной. Если остались вопросы, напишите в комментарии. Также напишите, понравился ли вам такой формат видео. Также не забудьте подписаться, если вы этого еще не сделали, и поставить обязательно оценку данному выпуску. Спасибо за внимание, друзья. И до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok